Давайте мы прострём наши руки. Аллилуйя! Спасибо тебе за наших, Господь, уже благословенных тобой детей, Господь, за то, что ты держишь их в своей руке, за то, что твоя защита, Господь, над ними, твои благословения, Господь, приготовленный, Господь, Отец, уже пролитый, Господь, очень чашей, утрясённый и угнетённый, Господь. Твои обетования также приготовлены, Господь, и нашим детям, Господь, очень просто нужно в это войти, Господь, И через веру в нашего Господа Иисуса Христа, Господь Отец. Благослови сегодняшнюю воскресную школу, благослови, Господь, руководителей, Господь Отец. Благослови, Господь, наших детей, дай им совершенный мир в их сердца, Господь Отец. Аллилуйя, Отец. Ты не есть Бог, не устройство, но мир и порядок. Пусть, Господь Отец, в нашей школе, Господь Отец, просто владычествует Твой мир и Твоя безграничная любовь. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа, и народ Божий скажет Аминь. Аллилуйя, проходите, детки. Аллилуйя, слава нашему Богу. Мы сегодня будем продолжать. Я покажу книгу. Мы заказали 20 экземпляров книги «Включите свой мозг», автор Кириллайн Лив. Также у нас есть, кстати, если вы хотите получить эту книгу, то записывайтесь, подходите ко мне после служения. Сделайте заявку, чтобы вам досталось, потому что ограниченное количество. Также у нас есть диски такие, аудио в MP3 варианте. Это больше для автолюбителей, потому что эти диски, ну, хорошо просто вот, когда едешь на машине, просто так включил и параллельно слушаешь. Я, например, очень люблю, когда еду, куда-нибудь мы включаем или прославление, или проповеди. Поэтому эти диски можно приобрести у Цвилина, который работает здесь, в библиотеке христианской. А, нет, не музыка, а аудио проповеди, Кириллайн Лив. Там вся вот эта книга в аудио варианте, на этом диске. Ну, также в аудио варианте можно на YouTube бесплатно скачать просто приложение, и можно также слушать и через YouTube. В Америке это учение получило большое распространение, сейчас постепенно расходится по России, и благодаря нашим видеослужениям, я думаю, это учение распространится по всему бывшему Союзу. Я хотел бы сегодня предложить нам посмотреть один видеоролик, так же, как и в прошлый раз, пять минут с небольшим, рассказывает Кириллайн Лив. Давайте мы послушаем. Итак, Бог говорит нам пленять все свои мысли в послушании Иисусу Христу. И я не придумываю, я цитирую Писание, которое вы все знаете. Пленяйте свои мысли. Вы созданы так, чтобы уметь абстрагироваться. Передняя часть мозга начинается там, где я кладу на макушку руку, и заканчивается над бровями. Видите, наука о мозге так проста. Эта передняя часть вашего мозга, благодаря ей вы способны отстраниться от себя. Мы нейропластики. Нейро значит мозг, а пластик значит менять. Мы созданы, чтобы менять свой мозг. Минута за минутой, каждый день вы переделываете ландшафт своего мозга. Вы меняете свой мозг, вы контролируете его. А не мозг контролирует вас. Мир говорит иначе. Мир говорит, что вы жертва своей биологии. Но мы не жертва своей биологии. Мы победили и завоевали события и обстоятельства нашей жизни. Аминь. У нас есть феноменальная способность выйти за рамки себя и понаблюдать за своим мышлением, за своими словами и за своими поступками. У нас есть невероятная передняя часть мозга. Бог создал ее таким уникальным образом, чтобы мы могли смотреть на себя со стороны. Вы это по-прежнему вы, но вы смотрите то, как вы реагируете. Вы знаете, что будете чувствовать, и вы знаете, как поведут себя собеседники. Но все равно делайте это, наблюдая за собой. Мы можем действовать в том, что я в шутку называю преимущество множественной личности. Мы можем наблюдать за зелеными деревьями, и говоря это, я имею в виду здоровые мысли. И мы можем наблюдать за токсичными, похожими на черные деревья. Мы можем наблюдать за этими мыслями прямо в своем разуме. Когда мы это делаем, мы пленяем свои мысли. Мы можем решить, это плохая мысль, я не буду ее думать. Все это работа разума. Вы можете сказать, вот что говорит Божье Слово, и что бы вы ни сделали, вы можете обратиться к Писанию, и увидев негативную мысль, начать работать над ней. Ученые обнаружили, что ваша передняя часть мозга создана так, чтобы давать вам способность абстрагироваться от себя и понаблюдать за своими мыслями. Вы созданы, чтобы своим разумом выйти за рамки своего «я», посмотреть на свои мысли и вглядеться в одну из них. Вы можете выбрать, в какую именно мысль углубиться, и можете выбрать, над какой поработать. Либо вы можете выбрать, вступить в согласие со Святым Духом и сказать, Дух Святой, вот проблема в моей жизни, вот проблема этого момента, и что мне делать? Вы можете углубиться в любую мысль и позволить Святому Духу вести и направлять вас. Либо вы можете ныть, жаловаться, фокусироваться на негативе и выращивать в себе негатив. Если вы хотите негатива, если вступили в зону страха, не послушали Бога, не послушали интуицию вашего Духа и решили ныть, жаловаться, завидовать, ревновать, отчаиваться, раздражаться, жалеть себя и разочаровываться, чтобы это ни было сигнал, который вы генерируете, неправилен. Он ударит по белкам на микроуровне. Он похож на маленький светофор, управляющий всеми процессами в вашем мозге, и он может начать разрушаться. Представьте развилку железных дорог. Поезда ходят, а сигналы регулируют их. Вы, наверное, видели такие перекрестки путей, где они расходятся в разных направлениях. Если с управлением поезда что-то пойдет не так, он пролетит мимо сигналов и разобьется. То же самое делаем мы, когда вступаем в зону негатива. Мы даем неправильные указания своим поездам, и белки начинают разрушаться. Они начинают образовывать клубки нейроволокон, которые невозможно распутать. Во время принятия решений вместо выработки белых кровяных клеток, кровь выпускает все иммунные факторы. Из них слишком много тех, кто вызывает воспаление, и мало тех, кто контролирует воспаление. Все идет не так, как должно идти на самом деле. В тот момент, когда вы вступаете в эту зону, начинается каскадный эффект, вплоть до микроскопического уровня вашего тела. Начинается реакция на принятие вами решения. С течением времени она строится, генетические коды работают неправильно, разрушаются двери клеток. Все эти физические процессы в вашем теле идут неправильно, и в итоге это проявляется в уязвимости к болезням, и вы заболеваете в конечном итоге. Вот что происходит. Это происходит на микроскопическом уровне вашего тела. Однажды было проведено невероятное исследование. Оно показало, что люди защищены поклонением. Непривычно, что когда ученые говорят, что люди защищены поклонением, они защищены от тревожности, депрессии и волнения. Научно было обнаружено, что чем больше люди поклоняются своему Богу, тем больше развивают свои отношения. Но я не говорю о каком-то Боге. Я говорю о едином Боге. Первое исследование говорило о том, что мозг становится толще в тех частях, которые должны становиться толще, чтобы защитить вас от депрессии, тревожности и волнения. Чем больше вы поклоняетесь, тем больше защищаете себя от неприятностей, которые приносят жизнь, таких как депрессия, тревожность и подобные вещи. Это заслуживает того, чтобы воздать огненную славу Богу. Аллилуйя. Ученые утверждают, что поклонение укрепляет нашу иммунную систему, защищает нас от депрессии, от всяких стрессов, от волнений. Аллилуйя. Слава нашему Богу, правда? Давайте мы коротко помолимся. Слава тебе, всемогущий Бог. Мы благодарим тебя за то, что сегодня научный мир подтверждает все то, что написано в Священном Писании, Господь Иванович. Аллилуйя, Отец. Во время поклонения, когда мы поклоняемся, ты заботишься о нашем здоровье, ты укрепляешь наш иммунитет. Мы приобретаем от тебя самую мощную защиту, защиту в твоей драгоценной крови. Ты защищаешь нас от всякой депрессии, Господь, Отче. Аллилуйя, Отец. От последствий всяких стрессов, Господь, Отче. Аллилуйя, Отец. Которые могут принести тяжелые заболевания. От всего этого ты нас уже защитил, поэтому так и написано, что ранами твоими мы исцелились. Слава тебе, всемогущий Бог. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. Тема моей сегодняшней проповеди мысль формирует материю, а не наоборот. И мы будем двигаться от главе к главе. Потрясающая тема, потрясающие мысли. Я хотел открыть первое место, которое сегодня мы положим в основание нашего анализа, наших размышлений о Боге. И оно написано во втором послании Тимофея, в первой главе, седьмой стих. И в этом стихе написано так. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Вы можете себе записать записную книжку о том, что Бог нам не дал духа боязни. Страх – это не то, что вложено в наши сердца. Бог не хочет, чтобы мы боялись, переживали о чем-то. Бог хочет, чтобы мы Ему доверяли. И когда мы Ему доверяем, всякий страх уходит из наших сердец, и Бог начинает что-то совершать в наших жизнях. Только тогда, когда мы Ему доверяем. Когда мы суетимся, когда мы беспокоимся, когда мы паникуем, мы этим не помогаем, мы только этим мешаем. Мы не позволяем Богу вмешаться, и становится все только хуже, хуже и хуже. Ничем хорошим это не заканчивается. Человек начинает страдать на психическом и на физическом уровнях. Я хотел бы немножко здесь привести из книги какие-то определенные такие заключения, к которым пришла лично Кэролайн в своей врачебной практике. Она наблюдала, используя вот эту программу, программу 21 день мозговой детоксикации, детоксикации мозга, или обновления мозга, или перезапуска. В своей врачебной практике я наблюдала, как дети-аутисты становились коммуникабельными и поступали в учебные заведения. Пожилые, даже 80-летние люди настолько обостряли свою память, что меняли профессию и получали ученые степени. Юноши и девушка, которые выросли в унизительной нищете, которые продавали употребление наркотики, совершили поворот в жизни на 180 градусов, поступили в колледж и стали ведущими в своем окружении. Жертвы автомобильной аварии, которым психиатры поставили диагноз «овощи», так возродили свой мозг, что окончили школу с удовлетворительными оценками и стали полезными членами общества. Ученики с диагнозом «не способные к обучению», сидевшие годами на таблетках без всякой надежды, мастерски закончили обучение с оценками, о которых даже не мечтали ни они, ни их родители. Школы в Африке, потому что сама Кэролайн, она из ЮАР, школы в Африке, в которых ученики были не способны перейти с класса в класс, становились лучшими в списках Министерства образования. Дети с дислексией научились читать и писать, и даже помогали своим родителям подготовиться к экзаменам. Дислексия – это избирательное нарушение способности к овладению навыком чтения при сохранении общей способности к обучению, примечания переводчика. Люди, одержимые мыслями о самоубийстве, выздоровели и начинали радоваться жизни. Во многих школах повысилась успеваемость по основным предметам. Слава Богу! Аллилуйя! Это то, что приводит Кэролайн Лайф из своей врачебной практики. Сегодня я буду приводить примеры из своей врачебной практики, потому что я заканчивал Карагандинский государственный медицинский институт по специализации психиатрия, и 7,5 лет я проработал в психоневрологическом диспансере, ОПНД сокращенно, областной психоневрологический диспансер. И что это значит? Это значит, что когда я закончил, и меня по направлению отправили работать в ОПНД, психиатрия была совмещена с неврологией, и поэтому диспансер назывался психоневрологический. А уже потом, чуть позже, неврологию отделили и перенесли на Юго-Восток, и уже людей с постинсультными состояниями, например, или посттравматическая эпилепсия, их начали уже лечить отдельно. А до этого всех лечили вместе. Представляете, что, например, эпилептика, ну там духовно одержимый человек мог находиться в отделении тоже с эпилепсией, но который просто после аварии пострадал, и это совершенно другое. И эти вещи, они были несовместимы, и лечатся они совершенно по-разному. Вот, если вообще, ну как можно говорить о каком-то лечении, потому что, как правило, я столкнулся с тем, что в этих диспансерах просто мы наблюдали, то есть просто мы глушили, и потому что я заканчивал материалистическую базу, потому что это было на территории бывшего Советского Союза, потому что исследования в данном направлении не проводились, и материалистическая концепция говорит о том, что мозг диктует условия нашим судьбам и определяет то, о чем мы будем думать, и что мы будем делать, и как мы будем поступать. То есть вследствие каких-то химических реакций в нас происходят какие-то изменения, и они диктуют. То есть выработался какой-то гормон, там, например, эндорфин, я счастлив, да, выработался какой-то фермент, например, серотонин, да, у меня настроение подымается, выделилось много адреналина, я начинаю просто там бегать, там, скакать, короче, там что-то хочется сделать, появляется какая-то агрессия. И получается так, что мы зависимы от какой-то химии, и сделать ничего не можем. И в данном случае, если, например, возникает депрессия, да, ну, то есть идет недовыработка почему-то, вот, ну, каких-то, определенных химических элементов, то наша задача напихать в человека каких-то химических таблеток для того, чтобы помочь ему. Но я убедился на своей практике о том, что те антидепрессанты, которые мы назначали нашим пациентам, я не хочу сказать о том, что они совсем не помогают, но можно сказать, что они почти не помогают, они только затормаживают человеческие реакции. То есть человек просто входит вот в такое, в какое-то заторможенное состояние, иногда он просто, на самом деле, просто сидит целыми днями, смотрит в одну точку и двух слов не может связать. Но зачем человеку такая жизнь? Ну, вы можете со мной согласиться? И что я наблюдал, это то, что если назначать человеку антидепрессанты и не делать никакой психотерапии, и основная масса людей проходила именно так, потому что, ну, докторам, честно говоря, было не до пациента, потому что психиатры, они в основном загружены к какой-то рутинной работе, они целый день пишут. Вот это писанина, писанина, какие-то отчеты, отчеты. Ну, только вот утром зашли на пятиминутку, просто посмотрели, поздоровались и до свидания. И просто потом уже можно не видеть. И если не оказывалась параллельная психотерапия, то эффекта от антидепрессантов, транквилизаторов, седативных каких-то препаратов и тем более нейролептиков не было практически никакого. И когда ко мне приходил человек, например, и сегодня, например, люди приходят ко мне, я говорю, вы знаете, если вы пьете сегодня антидепрессанты, у вас депрессия, я бы вам советовал как можно быстрее отказаться от этих химических таблеток, потому что и антидепрессанты, и транквилизаторы, и нейролептики, они стоят на ведущих позициях по поражению печени. То есть они гепатотоксичны, гепатотоксичны, то есть они поражают печень. На выходе они поражают почку. Ничего хорошего от них нет. Вам нужна качественная психотерапия. Да, да, согласились, согласились, короче. Постепенно снижаем дозировку, постепенно отказываемся, потому что ничего хорошего. Я сегодня также нашим телеслушателям, да, зрителям просто хотел бы вот это самое повторить о том, что если вы принимаете антидепрессанты, это материалистическая концепция того, что просто у вас недостаётся каких-то химических элементов, и вам надо пить химию. Но я хочу сказать о том, что вот эта концепция, она не получила научного подтверждения. И сегодня есть множество научных доказательств, как по-настоящему вылечить депрессию, или какой-то невроз, или какую-то панику, да, какие-то панические атаке, какие-то фобии у человека. По-настоящему лечится по-другому. Надо просто запустить мозг в каком-то таком правильном направлении и просто принять решение о том, что вот я вот это думать не буду больше, а вот это я буду думать. Я буду думать только о хорошем, я буду говорить только хорошее, позитивное, что-то положительное, и тем более я буду исполнять и делать какие-то хорошие поступки. То, что я буду планировать, я исполню. Слава нашему Богу! Я хотел бы сегодня попросить картинку головного мозга показать. Я планировал показать головной мозг, как он устроен. Здесь мы можем увидеть разные доли. Лобная, теменная доля, височная доля, затылочная, внизу находится мозжечок. Вот сегодня мы от Caroline Life услышали о том, что вот эта лобная часть, фронтальная часть головного мозга, от макушки и до надбровной части, эта лобная часть, она отвечает за то, чтобы анализировать, за то, чтобы увидеть свои мысли со стороны, за то, чтобы отдифференцировать какие-то мысли, которые вам не хочется думать, а тех мыслей, о которых вам хочется думать, которые позитивны, которые созидательны, которые положительны. Именно за это отвечает наш головной мозг. Следующую картинку я хотел бы тоже, чтобы мы посмотрели, как устроен, ну это уже как бы исследование наших ученых, да, как устроен женский мозг. Вот в лобной части у женщин почему-то все время мысли о туфлях, об обуви, и они думают о том, что вот, ну, мне бы новые туфли купить, что-то, ну, я уже в этих старых туфлях уже давно, уже они износились, там уже трещинки какие-то появились. И вот женщина думает о том, что вот быстрее бы купить, вот за это отвечает лобная доля у женщин. И вот интересное всегда происходит. Вот как только они купили себе новые туфли или новую обувь, они тут же об этом забывают, ну, то есть это уже прошедшее, и это куда-то уходит на жесткий диск памяти, и потом где-то там теряется, и опять новая обувь, опять уже картинка другая о том, что более какие-то крутые туфли, более новые, более какая-то хорошая, свежая обувь. Ну, давайте посмотрим, о чем думают мужчины. Мужчины тут вообще, да, то есть у них не только лобная часть, думаю, это секси, но и вообще центральная там часть, там, ну, просто это в центре их существования, да. Мы слушали Марк Гангар тоже очень много об этом говорит, о том, что, ну, братья, ну, не должно быть так. Это, ну, как-то это нехорошо. И, знаете, вот просто, вот если знаешь Писание, там, читаешь, вот книга Бытие, там прожил Адам 130 лет и родил сына. Через 130 лет человек только подумал, ну, давайте как-то уже род продолжать. Родился Сиф. Сиф написано, по старой версии Адам прожил 230 лет и родил Сифа. Сиф прожил 105 лет, по старой версии 205 лет. Через 205 лет Сиф подумал, ну, пора бы уже что-то такое уже сделать, чтобы род продолжился, чтобы род не остановился. То есть человек раз, там, в 100-200 лет думает о сексе, но современный мужчина это просто что-то. Поэтому мы можем принять решение не думать о чем-то, ну, думать о чем-то более полезном. Ну, я не говорю о том, что о сексе вообще не думать. Ну, это как бы нормально, да, когда ты периодически, там, на брачном ложе, когда Бог защищает твой брак. И там, именно для продолжения рода, ну, можно иногда, да, но постоянно об этом думать, ну, это, извините меня. Я не согласен, да, я тоже с этим борюсь, вот, и, надо сказать, успешно. Ну, это была небольшая такая шутка, чтобы немножко вас, ну, так, разодорить, чтобы немножко, как бы, мозги наши зашевелились. К чему пришли, я бы так сказал, наши ученые, да, ну, божьи люди, те, которые верят в Бога, те, которые глубоко копают и вот, на самом деле, не останавливаются до тех пор, пока вот не докопаются до сути. Вот ученые утверждают такой интересный феномен в любом направлении. Это физика, это метафизика, это медицина, это биология, это химия. И вот ученые изучают, что-то изучают, и потом у них, знаете, как бы так, ну, я раздувается, научное эго раздувается, вот, знания, там, кто-то докторскую защитил, кто-то профессора, кто-то академика получил, кто-то Нобелевскую премию. И потом в какой-то момент в любом направлении тот или другой ученый вдруг понимает, что получается очередное открытие, что-то следующее очередное ученое, ну, например, Эйнштейн, что-то открыл, и все ученые поняли, что мы на самом деле вообще ничего не знаем. Вообще ничего не знаем. И цикл, спираль начинает двигаться на новом витке, вот, и опять начинается все с нуля, начинает опять изучаться, опять что-то вот начинает вот думать о том, что вот мы что-то знаем, вот мы открыли, вот мы это понимаем, но мы можем там всех научить. Очередной виток спирали, и опять очередное открытие, и все просто обнуляется. И ученые говорят, мы только просто поняли, что мы ничего не понимаем, мы ничего не знаем на самом деле. И это может продолжаться до бесконечно в любом направлении. Я хочу сказать о том, что в этом мы можем увидеть величие Бога Что Бог, на самом деле, это такая величина, да, это такая личность, которую мы познать никогда не сможем Мы, ну, как апостол Павел говорит о том, что я знаю, что я ничего не знаю Если кто-то думает, что он что-то знает, на самом деле он ничего не знает, как должен знать Вот если брать теологию, да, о том, что там тоже можно копать бесконечно и никогда не докопаясь вот до самой Ну, то есть там все безгранично, это как океан Что открыли ученые, которые верят в Бога? Человек является мыслящим существом Нейробиолог Эрик Кэндалл, удостоенный Нобелевской премии за исследование человеческой памяти, доказал, что наши мысли и даже воображение внедряются в наши ДНК Это то, что мы видели сегодня на видео, включая или выключая какие-то из наших генов И структура наших нейронов таким образом изменяется То есть думая и представляя себе что-то, мы буквально изменяем наш мозг Еще Фрейд в 19 веке предполагал, что наши мысли меняют наш мозг То есть наши мысли буквально реально меняют структуру нашего мозга Если мы думаем только о плохом, то идет буквально какое-то органическое поражение головного мозга И на определенных таких сканерах ядерно-магнитном резонансе ученые могут увидеть целые очаги, как будто бы просто там, как будто что-то стерто Просто вот на самом деле извилины и сглаживаются Когда наоборот люди думают о чем-то хорошем, о чем-то позитивном, двигаются в правильном направлении, делают какие-то большие шаги, развиваются Извилины наоборот начинают развиваться, головной мозг начинает даже в какой-то степени увеличиваться в размерах А в последние годы такие ведущие в области нейрологии ученые, как Мэрион Даймонд, Норман Додж, Джо Даспенза, Джеффи Шварц, Генри Макрам И это можно перечислять очень долго Это далеко не все доказали, что наши мысли обладают властью трансформировать наш собственный мозг Мозговая ткань преобразуется каждое мгновение силой нашего мышления Мы являемся дизайнерами конструкции собственного мозга Это то, что получило название нейропластика То есть мы формируем наш мозг, властью нашей мысли и нашей воли Человеческий разум создан, чтобы управлять телом, а мозг это лишь часть тела Но не части тела управляются разумом Материя не создана, чтобы управлять нами Мы управляем, то есть химия не создана, чтобы управлять нами Мы диктуем условия для каких-то химических каких-то процессов Материя не создана, чтобы управлять нами, мы управляем ею с помощью мышления и воли Обстоятельства и события жизни часто находятся вне нашей власти, однако наши реакции всегда подвластны нам. Наши реакции всегда подвластны нам. Немножко я объясню о том, что бывают какие-то такие моменты в нашей жизни, которые мы не можем контролировать. Происходят какие-то события или какие-то моменты, которые нам могут быть очень неприятны, или потеря близкого человека, или просто какая-то катастрофа, или какая-то авария, мы пытаемся сами как-то справиться с этим. Мы не можем изменить эту ситуацию, но мы можем поменять нашу реакцию на эту ситуацию. Понимаете, о чем я говорю? То есть все зависит от того, как я к этому отнесусь. Или я на самом деле просто лягу и просто буду умирать, то, что горе случилось, какое горе, и все, жизнь моя закончилась. Или я просто буду учиться доверять Богу любую ситуацию и буду провозглашать местные из Библии, которые говорят о том, что любящим Бога и призванным по Его соизволению все содействует ко благу. Аминь или не аминь. Любая ситуация нам служит ко благу, для того, чтобы нас чему-то научить, для того, чтобы мы куда-то выросли. Еще одно место, которое сегодня я хочу открыть, это написано во втором послании к Коринфянам. И это тоже то, о чем сегодня Кэролайн говорила. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, с 4 стиха. Написано так, что оружие воинствования нашего не плоские, но сильные Богом на разрушение твердынь. «Ими не спровергаем замыслы». Смотрите, Бог нас создал так, что Он дает нам какое-то оружие, сильное Богом на разрушение твердынь. Двоеточие стоит. Что за твердынь? Замыслы. Какие-то помышления. «Ими не спровергаем замыслы». Замыслы, вы знаете, это как слово «синоним» – это заговор какой-то. Против нас есть заговор. То есть есть другая сторона. Есть дьявол, есть бесы, есть демоны. Есть определенная часть мира, которые живут под этой властью. Можно так сказать, что по Библии весь мир лежит во зле на сегодняшний день. Эти люди, которые не верят в Бога, они автоматически начинают исполнять волю дьявола. Это и есть замысл. Замысл дьявола, он какой? Он написан в Библии. Он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Его окончательная цель – это погубить душу человеческую. Это то, о чем он мечтает. Это те мысли, которые он может навязывать, каким-то образом закидывать. Это и есть замыслы, против которых сам по себе человек беспомощен. То есть если человек не вооружен, если он без Бога, сопротивляться он может быть только какое-то короткое время. И в конечном итоге эти замыслы побеждают его, начинают думать только, как вот апостол Павел пишет в послании к Олимпинам. Он говорит, вот хочу делать доброе, но не делаю. Не хочу делать злое – делаю. То есть как будто бы апостола Павла кто-то, ну в прошлой жизни, конечно, да, как будто кто-то заставлял делать то, что он не хочет. Это и есть замысл. Пятый стих. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем. Слышите? Давайте повторим. Пленяем. Мы пленяем всякое помышление послушанию Христу. Христос есть та личность, которая все эти… Писание говорит по этому поводу. Он тот, кто пленил плен. Он пришел для того, чтобы пленить дьявола. Он пришел для того, чтобы победить его, одержать полную победу. Он единственная личность на земле, которого просто и по сей день боятся бесы, демоны бегут от него, сам сатана, он одержал полное поражение. Перед Иисусом Христом скажи «Аминь». Потому что это так. И только Иисус может навести порядок в нашей голове. Мы это должны точно знать, четко знать. Сегодня мы увидели на видеоклипе о том, что поклонение, поклонение, поклонение Богу, единому Богу, защищает нас от депрессии, от каких-то стрессов, от чего-то разрушающего, то, что нас разрушает. Слава нашему Богу! Решение материализуется в мозге. Еще немножко зачитаю. Вы способны решать, на что обратить свое внимание. Это то, что решает лобная часть головного мозга. И у мужчин, и у женщин. В результате выделяется белок и другие химические вещества, которые производят изменения в тканях вашего мозга. Мозг приобретает новые функции. Ученые доказали. То, что вы думаете, и то, как вы себя осознаете, ваше верование, мечты, надежды, очень сильно влияет на работу вашего мозга. Согласно данным научных исследований, от 75, и послушайте, до 98% умственных, физических и психических заболеваний являются следствием неправильного мышления. 98% заболеваний на сегодняшний день, это уже признают и неверующие ученые, они признали о том, что 98% относятся на сегодняшний день к психосоматическим заболеваниям. То есть, это болезни, физические какие-то болезни, это сахарный диабет, это можно перечислить до бесконечности, ревматоидный артрит или какие-то мигренозные боли. Это все есть следствие нашего неправильного образа жизни и неправильного мышления. То есть, если себя вот так не контролировать в мыслях, то рано или поздно, если ты думаешь о чем-то плохом, Писание говорит об одном таком страхе, то, чего человек больше всего боится, то и настигнет его. Кто-то боится умереть, кто-то боится как-то закончить жизненный путь, как-то страшно, в каком-то вот, ну, на самом деле, например, женщины боятся обычно умереть некрасиво, ну, в каком-то таком, ну, в таком неказистом, как бы вот так, положении там или там, что вот катастрофа какая-то, и вот лицо будет обезображено, вот никакой женщины... Почему-то женщинам это очень важно. Но очень важно этого не бояться, потому что если ты этого начнешь бояться, это тебя настигнет, потому что дьявол работает на страхах. Если ему удалось внедрить в тебя страх, его страх, это не наш страх, да, если ему удалось внедрить в себя этот страх, вот этот страх, то рано или поздно, если ты будешь вот в это усугубляться, думать об этом, о, Боже, там даже вот совершать какие-то вот такие бессмысленные, религиозные какие-то молитвы, там, Господи, спаси, чтобы это со мной не случилось, вот и, ну, вот в этом вариться просто, вот в этих мыслях. Именно это Бог тебе обещает через Писание, тебя и настигнет. Какой выход? Выход избавиться от страха. Прийти к Богу и сказать, Господь, я открываю свои желания, послание филиппийцам, что написано, да? Открывай свои желания перед Богом, свои эмоции, свои чувства, свое сердце, и мир Божий, который превыше всякого ума, он устраивает наше помышление во Христе Иисусе. Аллилуйя. Бог забирает всякий страх, всякую боязнь, всякую панику, всякое недоверие, входит и начинает владычествовать. Написано, чтобы пожелание апостола Павла, дабы любовь Христа владычествовала в ваших сердцах. Услышите меня? Бог хочет, чтобы Его любовь, мы созданы для любви, Бог хочет, чтобы Его любовь владычествовала в нас. Без этой любви мы самые несчастные люди на земле. Слава нашему Богу! И знаете, хорошее то, что в моей жизни происходило, я приведу такой простой пример, о том, что как наши мысли могут повлиять даже на нашу соматику, то есть на наше тело. Когда я был в подростковом возрасте, я думаю, что все подростки, я даже как-то делился этим давно, несколько лет тому назад, все подростки проходят через этап какого-то невосприятия себя. То есть я смотрел на себя в зеркало, да, я себя сравнивал, там у нас в классе были там красивые мальчики, там, ну, на самом деле, я завидовал, что они вот такие вот статные, такие вот лица у них, ну, на самом деле, там у нас было два корейца в классе, ну, и как-то так, вот знаете, ну, все равно мы проигрывали, ну, так вот, и в соотношении, и в основном там славянские, там и немцы у нас были, но они выигрывали, ну, и количественно, и качественно, ну, то есть у них белые волосы, они были выше нас, У них там, ну, всё так красиво, как-то всё сложено. Вот. Я смотрел на себя, а у меня были уши, вот, какие-то вот уши у меня были такие вот оттопыренные. И череси какие-то были оттопыренные у меня. И лицо какое-то, нос какой-то был у меня картошкой, да. Я вот смотрел на себя, и мне не нравилось. Я себя не воспринимал. Говорю, господи, ну, зачем вообще родился вообще на этот свет? Да, ну, просто, ну, урод. Ну, вот я так прямо на себя и говорил. Ну, я тогда был неверующим человеком. Вот. И рос я тогда, это был Советский Союз. Ну, в принципе, вот на самом деле, я себя не воспринимал. Но, вы знаете, я думаю, что уже тогда Бог со мной работал, потому что на каком-то этапе я принял решение, я не буду таким, я буду меняться. Я начал свои челюсти зажимать в тиски, ну, то есть в реальные тиски. То есть я зажимал в тиски, там прокладывал что-то и начинал вот так их себе исправлять. Но я хочу сказать о том, что просто я думаю, что не тиски исправили мои челюсти, да, я думаю, что именно сила мысли. То есть я себя увидел, я увидел свой образ, каким я хочу быть. Я хотел, чтобы у меня уши прижались, они прижались. И, вы знаете, это произошло в течение каких-то двух-трех лет. Моя физиология изменилась, то есть у меня там ноги как-то выросли, да, руки как-то выросли, я стал выше, потому что, например, у меня ни по отцовской, ни по материнской линии нету высоких людей. Отец мой был на голову ниже меня. Мама была вообще вот такая маленькая. По его линии не было высоких людей. По материнской линии не было высоких людей. Я всех перерос. Как так случилось? Потому что я захотел. Я принял решение расти. Я прочитал одну методику, которая, ну, на самом деле, она, я не знаю, что там работает, опять же, я думаю, что там больше именно вера. Один парень после 20 лет, он был маленьким, у него рост был метр пятьдесят, ну, то есть шпендик, да. И вот он принял решение, я не хочу быть такой, а уже 20 лет, да, и как бы уже поздновато расти, уже как бы вера начала пропадать. И он начал себя вытягивать. Он начал висеть, ну, да, я не знаю, до измождения, он начал висеть на турнике. Он висел, ну, и он поднатрел в этом, конечно, он висел долго. И он менял, чередовал. То есть сперва он висел на руках, потом чередовал, переворачивался, висел на ногах. Потом уставал, переворачивался, висел на руках. Потом уставал, переворачивался, и это продолжалось до бесконечно. И вы знаете, насколько он вырос? Он вырос на 26 сантиметров. Это вот за несколько лет. То есть до 26 лет он вырос на 26 сантиметров. То есть в год он делал по одному сантиметру себе. Я не думаю, что этот турник ему помог. Конечно, там и турник тоже, но у человека была вера. То есть вот эта методика, она учит. Если ты принял какое-то твердое решение и двигаешься в этом направлении, и думаешь об этом длительно, напряженно и дисциплина, старательно, да, просто каждый день исполняешь, каждый день уделяешь ему времени, это обязательно с тобой произойдет. Если это плохое, оно произойдет. Если это хорошее, оно тоже произойдет. Но лучше, чтобы в нашей жизни ничего плохого не происходило, аминь. А чтобы у нас была хорошая такая, благородная, достойная цель, и чтобы мы ее осуществляли. Идем дальше. Да, поэтому мой рост сейчас... Можно попросить Володе не мешать? Потому что идет съемка, и я вас попрошу... Иначе я просто попрошу вас выйти. Другого ученого я хочу привести в пример. Это доктор медицинских наук Герберт Бенсон, президент Гарвардского института. Разум и тело считает, что негативное мышление приводит к стрессу, которое лишает наше тело естественных самоисцеляющих способностей. Негативное мышление изнашивает мозг. Институт сердца, всемирно известная благотворительная организация, исследующая возможности снижения человеческого стресса, сообщает об эксперименте, названном «Общее и местное влияние когерентных, то есть согласованных, сердечных частот на молекулярное изменение ДНК». Результаты эксперимента засвидетельствовали, давайте мы послушаем внимательно, что гнев, боязнь, раздражение, другие отрицательные мысли и чувства заставляют молекулы ДНК менять свою форму. И смотрите, вследствие чего ДНК сжимается, становится короче. Тут кто-то, да, очень хорошо знает про теломеры. Чем короче теломеры, тем человек меньше живет. Многие гены выключаются, качество реакции снижается, другими словами, негативные эмоции блокируют нас, и тело это ощущает. Но есть и радостная весть. Испорченный код ДНК можно перезапустить. Скажи аллилуйя. Испорченный код ДНК можно перезапустить с помощью состояния любви, умиротворения, признательности и благодарности. Исследователи установили, что ВИЧ-инфицированные пациенты, позитивно думающие и чувствующие, имеют сопротивляемость организма, как вы думаете, во сколько? К заболеванию. В 300 тысяч раз выше, чем те, кто думает и чувствует негатив. Суть в том, что, живя в любви, для которой мы и были созданы по образу Божьему, БДЕ 1, 26, 27, мы становимся способными изменить наше ДНК к лучшему. Итак, делаем вывод. Если наши мысли постоянно имеют негативную окраску, непрощение, раздражительность, обида, самоотяжение, мы таким образом изменяем наше ДНК. И это потом будет распространяться, продолжаться до третьего-четвертого рода. То есть это меняет нашу генетику. Это меняет экспрессию наших генов, что в свою очередь изменяет структуру нашего мозга, которая настраивается на негативное мышление. Мозг, защищаясь, реагирует на такое вредоносное мышление с сильнейшим стрессом. Этот стресс своим чередом мучает, разрушает наше тело. Но у этих исследований был и положительный результат. Всегда есть надежда на перенастройку, на возвращение в нормальное здоровое состояние с помощью позитивного отношения и правильных решений. Ученые Института сердца с фактами в руках доказали, что мы способны перенастроить свой мозг. Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь. Слава нашему Богу. И это, конечно, прекрасно, да, то, что мы сегодня узнаем, то, что мы слышим, потому что раньше мы в какой-то степени были безоружны, потому что, ну, мы знаем прекрасное Писание, да, мы говорим о том, что... Я и раньше знал, что мысль, она формирует материю, потому что в Библии написано, что слово стало плотью, потому что в Библии написано, что сказал Бог, и стало так, да, то есть Бог говорил какие-то слова, у него были какие-то планы, и он это реализовал через что? Через свои слова, через свои мысли. И мы могли сказать, ну, вот в Писании написано, а ученые, да, нам говорили, а докажите, а кто это вообще доказал, а кто это вообще видел, да, а кто это вообще может... Ну, сегодня эти вещи уже доказаны. Слава Богу. Аминь. Да, сегодня мы вооружены, и можем ученому миру сказать о том, что, ну, извините, уже есть достоверные такие научные сведения о том, что это все уже доказано, что уйма плеядок каких-то ученых все это трудились, и все это уже давно доказали. Слава нашему Богу. Чем мы сегодня закончим? Еще немножко я просто приведу статистику. Реакция – ключевое слово. Зачастую не в нашей власти совладать с жизненными обстоятельствами, но всегда в нашей власти совладать с нашими реакциями. Я приведу примеры своей жизни. Очень важно, как мы реагируем, потому что в моей жизни были такие ситуации, когда я никак не мог повлиять. Ну, например, один раз, когда у нас с Наташей не было связи, не было тогда таких вот мобильных телефонов, я помню, что она куда-то ушла навстречу, и, ну, один часов уже нет ее, да, 12 часов нету, да, и уже первый час, но она так поздно никогда не возвращалась, и я уже начинаю переживать. Вот, где она, может быть, что-то случилось, какие-то мысли начинают приходить. Ну, знаете, что я сделал? Когда я просто уже, ну, уже начал как бы вот так где-то сходить с ума, вот, очень сильно переживать, я просто встал на колени и просто помолился. Говорю, Господи, вот, если моя жена там где-то, да, может быть, что-то случилось, я верю в то, что она в Твоих руках, что она под Твоей защитой, я призываю защиту Твоей драгоценной крови, и я какое-то время молился, и, вы знаете, в какой-то момент просто пришел мир. И этот мир, он меня просто так окутал, просто пришел покой, умиротворение, я сказал спасибо, Господи, и пошел спать, короче, ну, в том плане, что я пошел, ну, думаю, просто прилягу, ну, буду ждать, короче, и просто отрубился. Вот, и какое было удивление моей жены, да, о том, что когда, ну, она думает, что вот сейчас она, она пришла, по-моему, я не помню, где-то, может быть, там, во втором часу, может, пол, ну, где-то около двух, вот, и она приходит, и, наверное, думаю, сейчас там я начну там на нее кричать или там что-то там буду допрашивать ее. И она пришла домой, и я там сплю таким сном невинного, невинным сном ребенка, и она даже там на следующий день, она возмущалась, ну, как ты мог-то вообще так вот, ну, просто меня там нету, там, ну, хоть бы как-то там, ну, там, позвонил куда-то, там, что-то попереживал, там, где-нибудь побегал бы, там, ну, говорю, ну, а смысл-то какой? Я не знаю, где ты, да, я не знаю, ну, просто, что там, куда-то бегать, там, куда-то бежать. Ну, я помолился тебе, да, Бог дал мне мир. Я понял, что все хорошо, все хорошо, вот ты в Божьих руках. И Бог мне дал сон, да, потому что в Библии написано, что возлюбленным Бог дает сон. Так и написано. Ну, раз дал сон, значит, все в порядке. Ну, вот так я вот выкрутился. Но я хочу сказать, что я верю в то, что эти вещи работают. В том плане, что когда мы молимся, когда мы доверяем наших детей, когда мы молимся за наших друзей, за наших приятелей, за наших близких, дальних, я верю в то, что Бог отвечает на наши молитвы. Мы можем бесконечно рассказывать эти свидетельства. По данным Американской медицинской ассоциации, в 70% всех современных заболеваний стресс являлся сопутствующим фактором. В 85% заболеваний стресс выступает прямым фактором. По самым скромным подсчетам Международного агентства по онкозаболеваниям и Всемирной организации здоровья, это я привожу последние статистические данные, 80% раковых болезней вызваны не наследственностью, а неправильным образом жизни. Неправильное мышление. Доктор Липтон, ученый, продвинувшийся очень далеко в понимании влияния мышления на мозг, утверждает, что люди, которые рождаются с врожденными генетическими заболеваниями типа хореи Хантингтона, белотолосемии или кистозного фиброза поджелудочной железы, составляют менее 2% от всего населения планеты. То есть подавляющее количество людей приходит в этот мир с генами, настроенными на счастливую и здоровую жизнь. И болезни этих остальных 98% вызваны образом жизни, иными словами, образом мышления. Сегодня нет оправдания тем людям, которые говорят о том, что у меня такая биология. Знаете, вот как сегодня гомосексуалисты для себя оправдывают. Они говорят, я родился такой, с этим ничего нельзя сделать. У меня генетия такая, ну, все. Ну, то есть это природа, это меня Бог таким создал. Но это все ложь, понимаете, да? Вот эти научные данные говорят о том, что все это продукт нашего ума, человеческого ума. И мы это можем менять. Поэтому, если ты больше не хочешь быть гомосексуалистом, да, или там гендером, потому что сейчас это такая тема, подымается, да, или там бисексуалом, ты можешь от этого отказаться и стать, благодаря Богу, да, нормальным человеком. Доктор Хитчхаут считает, что гены контролируют биологию, а не наоборот. Доктор Уилет утверждает, что только 5% людей страдает раком и сердечными заболеваниями из-за наследственности. Американский институт здоровья заявляет, что 90% обращений к врачам общего профиля связаны с недомоганиями на почве стрессов. А последние статистические обзоры стресса вообще шокирующие. Они объявляют причины заболеваний вредоносный образ мышления. Вот и все, друзья. Ученый мир подписал вот такой просто акт о том, что все наши заболевания, это все идет вот от нашей коробки. От того, как мы думаем, как мы настроены. Поэтому нам нет оправдания в плане того, что мы сами можем решить, болеть нам, продолжать ли нам болеть или исцелиться с помощью вот этой программы. И мы можем это все воплотить и реализовать. Каким образом? Наша практика продолжается. То есть у нас неделя прошла. Неделю мы уже приняли решение не думать о том, что нас разрушает. И неделю мы уже думаем о том, что нас созидает. То есть мы приняли решение. Я говорил о том, что если у кого-то есть страх какой-то, или просто токсическая мысль, которая тебя разрушает, очень важно отказаться от этой мысли, от этого страха и просто ее игнорировать. И думать о чем-то созидательном, о том, что тебя созидает. Цитировать места из Библии, такие, как я приводил места о том, что совершенно любовь изгоняет всякий страх из моего сердца. И все могу, если кто-то говорил о том, что да не могу, да у меня не получится. Библия говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Слава нашему Богу. Аллилуйя. Мы продолжаем практиковать еще неделю. И за дня в день уделяйте этому, просто буквально прописывайте какие-то вот такие шаги. Опять та же самая мысль преследует меня. Я не думаю, я игнорирую, я прописываю, я опять же переосмысляю, я делаю какой-то конкретный шаг. И потом перехожу к положительному, о том, что я думаю о чем-то хорошем, о чем-то положительном. Я это переосмысляю, я это прописываю, вот я это анализирую и в конечном итоге опять же я прихожу к какому-то действию, к какому-то шагу. Мы это будем практиковать. И опыт говорит о том, что через 21 день наш мозг, он перезапускается. То есть, эта мысль, которая раньше нас отравляла, она просто от нас отпадает. Та мысль, которая для нас что-то было новое, мы не осмеливались так думать, мы начинаем так думать. И наша жизнь, она перестраивается в лучшую сторону. Вы знаете, на самом деле, я очень долго время двигался в таком направлении. Я был в служении исцеления, служении освобождения. Мы были еще когда в Казахстане, мы встречали очень многих евангелистов, учителей. Дерек Принс довольно длительное время нес служение на нашей территории, именно в нашем городе. Очень сильное служение. Но вы знаете, очень часто нас упрекали. Особенно это делали доктора, врачи, неверующие врачи, атеисты. Они говорили о том, что все ваши исцеления, это все вот так, это все прах, это все пыль в глаза. Они не доказаны, они не задокументированы какими-то дипломированными врачами. И я хочу сказать о том, что по международной статистике это подтверждается. Очень много, очень большой процент исцеления, которое происходит на больших христианских конференциях, они эмоциональны, к сожалению. Ну, то есть, люди получают исцеление эмоционально, то есть, как эта встряска, он вышел, засвидетельствовал, на следующий день опять симптомы возвращаются, и человек не может удержать. Понимаете, о чем? Поэтому, например, Кеннет Хейген, он даже написал целую книгу о том, как сохранить исцеление, потому что люди не могли удержать исцеление. Вот эта книга, она как раз-таки учит о том, как не только получить исцеление, но как удержать исцеление, как быть абсолютно здоровым человеком. Мысль здесь, на самом деле, мы скоро с Натальей улетаем в Сеул, в Южную Африю, там мы будем спикерами, докладчиками на конференции, у меня будет тема о здоровье, я буду опять говорить на эту тему, о том, что я верю в то, что последняя венгелизация, она будет именно с этим связана. Последняя венгелизация, она будет связана с тем, что христиане будут выздоравливать и оставаться здоровыми. И вот это мощнейшая венгелизация, и это будет доказано врачами, кем угодно, там, учеными, о том, что, да, вот этот человек был болен, например, раком, он выздоровел, и он сегодня абсолютно здоровый, такой пышущий здоровым человек, который потом прожил довольно длительное время, был успешным и был счастливым. Вот это венгелизация, вот это здорово, вот это Христос. Вот именно об этом, да, мы и будем также говорить и на следующее служение. У нас там пойдет третья неделя. Сейчас я хочу перейти плавно к трапезе Господней. Давайте мы прочтем одно место и помолимся. чтобы Бог нам преломил свое слово. И это написано в книге Бытие, четвертая глава, с девятого стиха. И сказал Господь Бог Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Потому что перед этим что Каин сделал? Он убил своего брата. Голос крови брата твой вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста своей принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы твоей для тебя, и ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Я хочу еще одно место прочитать, потому что оно идет в связке, и оно написано в послании к евреям в 12 главе с 18 стиха. Апостол Павел пишет, вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не к отьме и мраку и буре, не к трудному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемое слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, «Я в страхе и трепети, но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах и к судье всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатуе Нового Завета и Иисусу, и к крови и кропления, говорящие лучше, нежели Авелева, нежели Авелева кровь. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес». Аминь. Слава тебе, всемогущий Бог, просто преломи нам слово Твое, Господь Отец, Ассана, слава тебе, Господь Отче. О чем здесь написано, может быть, не всем нам понятно, Господь Отче, просто открой, Господь, чтобы это стало доступно для каждого из нас, как может свидетельствовать кровь Авеля, как может свидетельствовать кровь Иисуса Христа, кровь Агнца, которая была лучше крови Авеля, Господь Отец. Благослови, Господь, наши сердца, приготовь, Господь, и учи нас к причастию, к тому, чтобы мы приняли, Господь, Аллилуйя Отец. Воспоминание о том, что ты сделал для каждого из нас, что ты умер за каждого из нас, за наши грехи, что ты, Господь Отче, воскрес на тряси день в наше оправдание и был вознесен при более чем пятиста свидетелях. И этому есть исторические документальные доказательства. Благослови, Господь Отче, сегодня хлеб, за которым мы помолимся, благослови, Господь Отче, вино, за которым мы помолимся. И мы верим в то, что в момент молитвы, Господь Отче, Аллилуйя Отец, происходит обленная трансформация. Хлеб превращается в твое прославленное тело, которое не болеет. И вино превращается в твое драгоценную кровь, которая несет нам силу и власть верующего человека. Называться Дитем Божиим, потому что мы не приняли духа боязни, но сила любви, духа силы и целомудрия. Слава тебе, всемогущий Бог, благослови, Господь Отче, мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!